Вот непонятна мне вот эта табличка, вот обеспеченность дизельным топливом. Значит, вот вы пишете здесь, не подойдете. Зава Назаровская 34%. Вот такие данные. Вот там есть потребность 17 еврофа и запасы на сегодняшний день. Ну, к вашему сведению, с января по март месяц в Зава Назаровская завезло 7 с лишним тысяч тонн дизельного топлива. То есть это обеспеченность на посевные работы, на заготовку кормовки, на уборку урожая. Ну там 11 тысяч в общей сложности надо Назаровскому. Ну, практически хватает. У нас был остаток определенный. Так, ну это ладно. Вот некомпетентность, видимо, нашей, так сказать, сельхозотдела. Вот вы правильно пишете. В ходе подготовки посевной аграрии столкнулись с такими трудностями, как холодная весна, высокая стоимость запчастей, нет необходимых количеств мегинтодров. И водитель, да, проблема с кадрами, да, очень важная проблема. Но есть еще одна проблема, которая, я сомневаюсь, что, если мы ее не решим, я сомневаюсь, что Зава Назаровский и Агрополгин Сибиря смогут обеспечить посевные площади, которые вы указали 63 тысячи и 59 тысяч, соответственно, Сибиря и Зава. Дело в том, что в связи с холодной, дождливой, осенней погодой много полей осталось неподготовленными к несеннеполевым работам. То есть остались погненные остатки. Солома. Ее надо сейчас как-то убирать. Мы пытаемся решить вопрос и на уровне ГОЧС, и на уровне Министерства сельского хозяйства. Вот. И выходим уже на лесопожарные центры и прочее. Но у меня, наверное, есть небольшой, может, не полу. Вот, допустим, по Заву Назаровской, примерно 26 тысячи гектаров надо выжигать. По Сибиряку не менее, а скорее всего больше. Вот как сельхозотдел планирует оказать помощь, содействие в решении этого вопроса? Значит, сельхозтоваропроизводителем были направлены письма, в которых был план. Они должны были его заполнить. И вот там как раз была инструкция и план прилагался. Как это... Вы не можете дать ответ? Да, могу. Вот, наверное... Я что-то вот не в курсе вот этого вопроса. Хорошо, я вам подойду сейчас. Да, хорошо.